Я приветствую всех вас, мои уважаемые любители радиоэлектроники на моем канале. Сегодня я расскажу вам, как из обыкновенной оптопары, подчеркиваю, из обыкновенной оптопары, сделать самый настоящий тиристор, наподобие того, который лежит здесь, легендарный тиристор Q202M. Я о нем много рассказывал. Но мы будем делать тиристор и модулировать, эмулировать или же моделировать его поведение с помощью обычной оптопары. Почему я подчеркиваю, что обычная оптопара? Но дело в том, что у нас есть оптопары, да не только у нас, и у вас, и вообще выпускаются оптопары, которые внутри содержат тиристор. А делать тиристор из тиристора, это так же, как делать из обыкновенного резистора цифровой. Глупо, досадно, но ладно. В общем, здесь у меня оптопара, которая состоит из светодиода, например, типа вот такого, и фототранзистора. Какого типа, потом покажу. И мы будем делать из оптопары вот такую вещь, которая включается мгновенно и удерживает свое состояние. Но прежде чем мы будем имитировать и делать схему тиристора и из оптопары, давайте посмотрим, как настоящий тиристор работает. Я собрал уже небольшую схемку, поэтому размахивать паяльником не буду. Эта схемка состоит из защитного резистора для управляющего электрода, из тиристора и нагрузки в виде лампочки. Конечно же, все это запитывается, но не от блока питания, я этого не люблю. Я люблю маленькие пальчиковые батарейки. Тем более, что сейчас я вам покажу очень крутой лайфхак, как можно включать и выключать питание без выключателей. Берем батареечку, вставляем в коробочку, и мы включили питание. Но наш тиристор не пропускает ток, потому что он еще у нас не взведен. Взведен так, в рабочее положение. Чтобы им управлять этим тиристором и включить его, надо подать на управляющий электрод некоторое напряжение. Вот мы его подали, но при этом, заметьте, я снял управляющее напряжение с этого резистора, но тиристор остается в открытом состоянии, и у нас горит вот эта лампочка. Чтобы цепь разомкнуть, уже бесполезно снова подавать сюда положительное напряжение, бесполезно сюда подавать отрицательное напряжение. Все равно тиристор будет находиться в открытом состоянии. Чтобы его выключить, надо воспользоваться лайфхаком, взять и выключатель батарейкой воспользоваться. Давайте еще раз попробуем. Я не уверен, что получится снова включить тиристор, но все-таки пробовать надо всегда. Вот мы снова его включили, и он остается в таком открытом состоянии. Это свойство тиристора, запоминать состояние, можно использовать в бинарной логике, то сейчас это 0, а когда мы включили это 1, можно использовать в сигнализациях, в которых одно замыкание вот этого контакта приводит к тому, что у нас включился какой-нибудь ревун, сирен, лампочка замигала, либо даже в качестве однокнопочного управления мощными нагрузками. Тиристор-то на 10 Ампер. Но мы не будем управлять 10 Амперами, мы будем делать из обыкновенной вот такой вот оптопары, вот такой вот оптопары, самый настоящий тиристор, который будет вести себя точно так же, как тот, который я вам продемонстрировал сейчас. Что же за оптопара, что же за микросхема такая, которая не содержа в себе никаких тиристоров, вдруг будет работать именно таким образом? Ну вот посмотрите на нее. Сейчас вот у меня целый ряд оптопар припаян к транзисторам для одной из моих научных экспериментальных самоделок. И здесь 4 ноги. 4 ноги заведены. Парочка на инфракрасный светодиод, а парочка на транзистор, который воспринимает это излучение. Но рассказывать, что внутри оптопары, вот так вот словами и показывать пальцами возле какой-то черненькой фигни, не так интересно. Давайте вспомним, где еще обитают оптопары. Проще всего посмотреть их у вас под рукой. Под рукой у вас водятся мыши, но не те, которые с хвостом, хотя и с хвостом тоже, а вот такие с кнопочками, там с видеокамерами, фотоаппаратами и диктофонами внутри. Ну вот такие симпатичные мыши. И в этих мышах есть тоже оптопара, но не здесь, а вот здесь. Оптопара состоит из инфракрасного светодиода, который светит на парочку инфракрасных фототранзисторов. При этом здесь у нас можно наблюдать не одну, а целых две оптопары. Почему? Ну первая оптопара состоит из инфракрасного излучающего светодиода и двух фототранзисторов. А где же вторая оптопара? Ну дело в том, что транзисторы здесь оптические, их тут два, а значит два оптических транзистора составляют пару оптопару. Но это скорее шутка юмора и немножечко вам для самообразования. А так, когда отсюда светит лучик, он попадает сюда, транзистор открывается и проводит ток. Ну а теперь для любителей схем и микросхем я покажу схему. Я их не люблю рисовать, хотя можно было бы. И так, вот банальная схема оптопары, ее внутреннее богатое содержимое выглядит вот так. Всего два элемента и четыре ноги и четыре контакта. Светодиод, фототранзистор, светодиод светит, фототранзистор открывается. Чтобы сделать из этого огурца, а точнее из этой оптопары транзистор, достаточно соединить вот эту ножку с этой. Мы получим коллектор. Вот это вот будет общая нога такая, коллектор. Здесь у нас будет эмиттер, а здесь у нас будет база. Сигнал, подаваемый сюда, даже небольшой амплитуды, на базу можно сделать смещение, я это показывал, позволяет нам усиливать слабые сигналы и даже делать громкие звуковые усилители. Ссылочку найдете в описании, усилитель получился просто на ура. Но это был транзистор. А мы же хотим... Вот чем транзистор от тиристора отличается? Тиристор включился и все. Причем резко. Транзистор открывается плавно. То есть, чем ярче светится диод, тем сильнее приоткрывается транзистор. Еще ярче, еще сильнее, а потом плавненько вниз. То есть, с помощью транзистора можно усиливать гармонические колебания, меообразные колебания, пилообразные колебания и даже чистый синус можно усиливать обычным транзистором. А вот тиристором, увы, нельзя. Разве что меандр какой-нибудь. И желательно чистый. Вот и сделаем мы усилитель меандра или же тиристор из вот такой схемы. Прежде чем я покажу, как я это сделал, я для начала покажу, как я это уже сделал. Уже сделал, ну в смысле продемонстрирую ручками и вот этим вот пальцем. Значит, вот она вся система. И это уже готовый тиристор из автопары. Ну не правда ли чудесно? Ну не правда ли лаконично? Резистор служит только для ограничения тока. Ну, чтобы у меня светодиодик от 9 вольт не сгорел. Ну тут 8 вольт примерно. Сюда я подам напряжение. Вот так вот, подключившись к батарейкам. Используем наш хитрый лайфхак. Батарейка-выключатель. Тресь. И мы включили всю систему. Вот. Если я все сделал правильно, то сейчас я должен каким-то образом, вот этим вот управляющим электродом, включить систему и она запомнит это состояние. Попробуем. Включил. Ну, на управляющий электрод больше ничего не подается. Но я пальцами тут только держу, чтобы вам было удобно видеть в камеру, как он светится. И светится он будет ровно до тех пор, пока я не уберу питание. Убрал питание, он уже не светится. Можно запускать его еще вот таким вот оригинальным способом. То есть сейчас мы возьмем, вот сюда подадим напряжение, и вот так вот, раз. А теперь делаем размыкание, два, и оно все светится. Хорошо. То есть все это работает, и работает точно так же, как тот самый тиристор. Не спешите огорчаться, что все оказалось так просто и кажется таким тупым. Я вам покажу кое-что интересное, чего никто не описывал про оптопары, и никто даже не догадается сделать в этой схеме. А может и догадается, а что я так самоуверенно говорю? Вдруг вы умные ребята, и не только, как говорится, учебники курили. Значит, как сделать тиристор из вот этих вот четырех контактов? Да, все банально, ребята. Чтобы у нас получился тиристор, нам надо сделать лавянообразный процесс. Лавянообразный процесс – это когда открытие вот этого транзистора будет вызывать увеличение яркости вот этого диода. Вот и вся подсказка. То есть нам надо соединить транзистор и светодиод таким образом, чтобы открывшаяся система открывала себя все больше. То есть резкий всплеск, ну, что мы только что наблюдали. А это значит, надо соединить светодиод, чтобы он получал питание с транзистора. Как это сделать? Можно соединить вот это с этим, вот так вот по диагонали, либо вот это с этим. Давайте соединим. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот соединили. Вот соединили. Значит, у нас получилось, сюда мы подаем плюс, здесь у нас минус, ну, у диода, точнее, у тиристора – это катод, анод. А вот любая из этих точек, это вот этот вот желтенький проводок, который я тягаю, стало, стало чем? Стало управляющим электродом. При этом на этот управляющий электрод можно подавать не полное напряжение питания, а частичное. То есть у меня специально здесь стоит ограничитель. То есть если бы я использовал полное напряжение, здесь надо было бы поставить более мощный светодиод, и тогда бы этот светодиод, во-первых, мог бы даже не перегореть, а вот перегреть маленькую оптопару, все-таки она выдерживает 60 мА, ну, нагрузку до 60 мА цеплять можно. И тогда вот этот резистор надо ставить не сюда, то есть не ограничивать питание, как у меня, а ставить его сюда на управляющий электрод, и получилось бы вот все то же самое. Ну, мне лень было искать матрицу, поэтому я вот показываю так, потому что тут будет еще один интересный эффект, который мы пронаблюдаем. Все, тиристор готов. То есть вот сюда плюс, сюда нагрузка, давайте вот так нагрузочку изобразим, бэмс, вот нагрузочка, минус, ну, земля, а здесь вот управляющий электрод, один и второй. Ну, на самом деле это одно и то же, потому что я соединил две эти точки. И именно вот этими точками можно управлять. Как я управляю? Значит, смотрите, если мы соединили эту и эту точку вот таким образом, то сигнал управления должен открывать транзистор, либо засвечивать светодиод. Смотрите, что делается. Мы берем, и чтобы засветился наш светодиод, мы управляющий электрод доносим вот сюда. При этом мы вроде бы замыкаем транзистор, но зато разгорается светодиод. За счет своей инерционности, когда мы убираем питание с этого электрода, светодиод у нас засвечивает транзистор, тот уже имеет некоторую проводимость, и начинается. То есть транзистор приоткрывается, светодиод светится ярче, он еще открывается, еще ярче, то есть пока не сожрет всю энергию, которая может протекать по этой цепи, он будет открываться. Это, конечно, самая упрощенная схема, но она может быть реализована для образования меандров и управления мощными полевыми транзисторами, либо даже тиристорами. Да, будет вот такой тиристор управлять тиристорами. А теперь обещанные мудрые лайфхаки. Давайте начнем с тиристора. Чтобы понять то, что я буду делать с аптопарой, конечно же, надо думать как аптопара. Это шутка. Берем, включаем наш тиристор, взвели его, и подадим управляющее питание на управляющий электрод через ограничительный резистор. Зажгли лампочку. Теперь давайте подцепимся к этому управляющему резистору и подумаем, а как бы нам выключить? Тут не выключается. Тут не выключается. Не выключается тиристор. Надо разомкнуть питание. Нет, ребята, вовсе не обязательно. Если ваша схема не 220 вольт, не высоковольтная, вы можете снять питание с тиристора путем закорачивания вот этих двух контактов. Тресь. И все. То есть, когда мы закоротили два этих контакта, по проводнику пошел ток, он светит эту лампочку, но ток управления через тиристор не течет. Тиристор – это самоуправляющая система. Она за счет тока, который через него протекает, сама себя открывает. Если ток через систему не течет, нету тока открытия, который нам нужен, чтобы тиристор открылся. Когда мы включили тиристор управляющим электродом, мы создали ток открытия, а он маленький, но при этом открыли тиристор, и когда ток открытия открыл тиристор, здесь схема уже размыкается, а уже протекающий через тиристор ток поддерживает свое самотечение. То же самое, ребята, происходит и с аптопарой. Вот абсолютно все то же самое. А раз происходит все то же самое, то очевидно, отключить нагрузку, ну или просто выключить тиристор из аптопары, мы можем аналогичным способом. Давайте я вот так вот подключусь, вот так вот подключусь, 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 вот аналогичным образом. То есть мы берем, давайте вот так вот крупным планом, так красивенько, наш тиристор из аптопары, и запускаем его. Вот мы его запустили, он загорелся, все отлично, но теперь мы можем его этим же электродом и выключить. Еще раз подчеркиваю, все это относится к низковольтным схемам, ну там вольт до 50, то чего вы не боитесь. Раз и погасил. Погасил точно так же, то есть я в параллель убрал сигнал. А вот в параллель чему, догадайтесь сами, хотя на самом деле я все это рассказал. То есть запуск происходит вот через этот резистор вот так, бэмс, запустили, устойчиво, гашение вот так. А теперь еще один нюанс, еще одна тонкость, которую я заметил, проводя эти эксперименты, отработал на ура, то есть подобрал специальный резистор, смотрите, что будет прикольного. Тиристор из оптопары обладает, ну не только тиристорными свойствами, как я уже сказал, из них можно сделать и транзистор. Вот мы включим вот эту оптопару, вот мы ее включили. Думаю, хорошо сейчас видно. Я постараюсь сделать, если не получится, я не виноват, я прерву ролик. Теперь убираем питание, а теперь снова ставим питание. Импульс, проходящий через эту систему, может зажечь без управления, без управляющего электрода, такой тиристор. То есть мы получили импульсное реле, которое управляется импульсом по питанию. Раз, и зажгли. Раз, и зажгли. Это может показаться и недостатком, и достоинством. Почему? Ну, потому что вот управлять тиристором, управлять тиристором таким вот образом не получится. То есть, как бы мы сильно здесь не делали импульсы по питанию, тиристор сам не взводится. Возможно, какие-нибудь маленькие тиристоры и смогли бы это сделать. А вот тиристор, сделанный из оптопары, мы можем использовать, ну, включить его в цепь, не используя никакого управляющего электрода, подать на питание небольшой дополнительный импульс, но только резкий. Я еще проэкспериментирую. Возможно, у меня еще кое-что появится и получится. Вот. И с помощью этого импульса управлять включением этой системы. Вот. Ну, не всегда происходит. Это надо еще порепетировать, подумать, как оно получается хорошо. Вот немножко долго постояла система, она уже так вот не реагирует. А если мы ее один раз запустим, выключим, запустим, выключим, запустим. Вот. Пока объяснить этот эффект я еще не могу. Я проведу ряд экспериментов, но использовать уже буду. На этом все, ребята. Пока, я надеюсь, тиристор из оптопары сможет любой из вас сделать. Штука эта интересная. Интересная не только для познания электроники, а даже для создания хороших электронных схем, которые могут пригодиться в вашем наиумнейшем доме. До новых встреч, ребята!